Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем новый цикл бесед по трудным местам Библии. И сегодня мы будем говорить о стихе, первая глава книги «Бытия», 27 стих, где говорится о сотворении людей. И возникает вопрос, были ли наши прародители, Адам и Ева, реальными людьми? Дело заключается в том, что многие современные ученые считают, что первые главы книги «Бытия» являются мифом. Причем мифом, который был заимствован у вавилонян. И что якобы нельзя поэтому воспринимать Адама или Еву как реальных людей. Это как бы образы, символы, образы, символы мужского и женского начала в существовании этого мира. Что мы можем ответить на этот вопрос? Во-первых, надо начать с того, что у них были имена собственные. Собственное имя первого мужчины – это имя Адам. Имя Адам происходит от наименования красной глины, которая на Востоке называется Адама, красноватая глина. А имя первой женщины, которую Адам воспринял как свою жену и сам дал ей имя – это Ева или по-еврейски Хава, что означает «жизнь дающая». Хава – это от слова «хая» – «жизнь». Таким образом, нету основания сомневаться в том, что это реальные личности, реальные люди. И что весь род человеческий происходит от одной пары человеческой, от мужчины по имени Адам и от женщины по имени Ева. Хотя в Священном Писании имя Адам – это не только собственное имя на еврейском языке, но и имя, которое обозначает человека в целом, собирательное имя. Но в контексте книги «Бытия», вторая, третья и начало четвертой главы мы совершенно четко видим, что речь идет о конкретных людях. Тем более мы знаем, сколько лет прожил Адам. Адам прожил 930 лет. То есть не просто мы знаем его имя, мы знаем его судьбу, мы знаем, сколько лет он прожил на земле, и мы знаем его потомков, которые тоже имеют имена. Во-первых, это его сын Авель, его сын Каин. Потом мы знаем праведного Сифа, тоже сын Адама и Евы. И о рождении их потомков в Писании говорится по отдельности. Сначала говорится о рождении Каида и Авеля, потом, когда не стало Авеля, Бог заменяет его Сифом, говорится о зачатии и рождении Сифа. Новый Завет отталкивается от того, что в Адаме, то есть в первом человеке, мы все умираем. Чтобы во Христе, как во втором Адаме, мы бы ожили, то есть совоскресли бы чудом воскресения Христа Спасителя. Христос действительно в посланиях апостола Павла предстает как второй Адам, но здесь это имя как раз идет от того, что оно означает просто человека. И он называется человеком с неба, то есть Адамом с неба, то есть новым Адамом, другим Адамом по отношению к тому, который жил некогда в раю сладости и потом был изгнан из него. И существуют древние иудейские и древние христианские предания о том, что когда Адам умер, то люди не знали, что делать с его телом. Они положили его тело на холме, светило яркое солнце, было тепло, и кожа стала через какое-то время сползать со лба, через несколько дней. И тогда люди поняли, что это тело надо зарыть. И по иудейскому преданию погребение Адама изначально было в Хевроне, в пещере Махпела, более понятное для нас христианское предание. Он был похоронен на горе, где он искончался, и эту гору назвали «гора Черепа» или «Голгофа», то есть то самое место, на котором позже, близ Иерусалима, будет распят Христос. Для того, чтобы распять, врывается яма, чтобы туда вставить основание креста, и потом засыпать землей и подпирать камнями, щебнем каким-то, чтобы устойчиво был крест. И вот, когда копали эту яму для креста Господня, нашли череп реального человека, Адама, первого человека. И этим черепом прижали землю в основание креста. И когда кровь Сына Божия стекала, она капала прямо на череп первого человека, избавляя его от греха. Теперь вы видите изображение креста. Это православный крест. И вы видите у подножия креста голова Адама, череп Адама. И обратите внимание, что это очень древняя христианская традиция связывать останки первого Адама со смертью второго Адама, Господа нашего Иисуса Христа. И в Библии, в книге «Деяния святых апостолов» сказано, что от одной крови произошел весь род человеческий. И современная наука, генетика, она тоже доказывает, что от одной пары, от одного мужчины и от одной женщины произошли все люди, живущие на земле, потому что все мы родственники по отношению друг к другу, произошедшие от Адама, праотца нашего, и от праматери нашей Евы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok